канал о моделизме здравствуйте наши уважаемые подписчики и просто здравый люд с вами аев студия и очередной обзор обзоры вам полюбились спасибо вам большое ставьте лайки это нас стимулирует на новые обзоры и так новый обзор от алексея соловьева здравствуйте здравствуйте сегодня у нас на обзоре будет такая очень интересная модель от компании таме это м4 а3 е8 знаменитая легкая восьмерка или как и называют сами американцы изи эйд это наверное пожалуй самый знаменитый танк последнего времени потому что он стал героем фильма ярость многие наверное его смотрели и могли оценить танк шерман в действии какой он был но конечно там несколько это преувеличено все но тем не менее это последняя модификация шермана которая приняла участие во второй мировой войне на бокс арте мы можем с вами видеть что очень редко для компании таме даже для новинок то что у нас выполнен фон обычно этого нет компания таме делает модели без фона но в данном случае они решили его сделать коробочка как вы можете наблюдать очень компактная небольшая вот эта модель 2015 года но на рынке она продается до сих пор и в общем то альтернатив особых то ей нету почему потому что можно пытаться разыскать более старые модели вот dragon найти там тоже было две восьмерки у них выходила есть восьмерка у итальери но там абсолютно безобразного уровня модель которая ну даже наверно в семидесятый бы смотрелось несколько уныло и конечно же остается еще модели по него компании тамея но к сожалению плохо представленные в нашей стране есть такая компания осука models который раньше называлась таска это японская фирма она делает шерманы очень много разных модификаций цена на эти модели у нас стране очень высокая это порядка пяти тысяч рублей вот за модель но компания таме тоже решила выпустить поговаривают что это как бы пластик не томиевский но по крайней мере когда тамея пакует чужой пластик она делает всегда сносочку чья это модель в данном случае этого нет поэтому я думаю что это своя разработка это одна из двух вариантов этой машины у них есть такая же восьмерка на корею кто может быть видел с таким очень красивым на мордочке танка такой оскал красного цвета там звериный нарисован вот еще есть одна восьмерка уже на израильскую армию армию обороны израиля этот танк активно воевала время шестидневной войны вот в шестьдесят седьмом году но конечно с значительными доработками и с изменениями там кстати этот танк во время шестидневной войны встретился со своим соперником времен второй мировой войны а именно с немецким танком pz4 модификации h и модификации джей да эти танки поставлялись арабским государством и шли в бой собственно говоря против израильтян которые воевали на шерманах ну а в корее ему пришлось встретиться со своим бывшим союзником стрит четверкой ну а теперь мы с вами посмотрим что находится внутри коробки и так внутри мы видим с вами помимо инструкции такая вкладочка называется она background information то есть информация о прототипе данной машины она сделана на японском языке достаточно большая точно такая же есть на английском немецком и французском языках а значит здесь показана схема самого схематично сам танк его основные элементы вот приводится фотографии из музея пожалуй единственное отличие от танка ярость это гусеничные траки здесь у нас стоят траки модификации т-66 это траки очень позднего образца которые появились на танках ну апрель май даже 45 года вот в общем то на более ранние машины конечно подойдут как мы видим вот здесь траки я сейчас вам не скажу их точный индекс но они тоже идут с резиновым шевроном внешним с грунтозацепом развитого типа то есть он достаточно широкий как раз такие стояли на танке ярость фильме сам по себе танк почему называется изи эйд легкая восьмерка он на самом деле ведь не легкий а средний дело в том что уже к практически концу войны шерманы идентифицировались по индексу последнему буква и цифра его точная модификация и в американской армии обозначение буквенные были приняты у подразделений рот рота а б ц д е то есть если у нас это были номера то американцев это были буквы и они никогда не говорили рота а или рота б как правило эти роты имели имена то есть рота е была всегда рота изи рота д называлась рота док то есть их называли именно так поэтому они ее и называли изи эйд собственно говоря из-за этих двух из-за этой буквы из-за этой цифры но здесь еще приводится опять же характеристики данной машины бронирование двигатель вооружение и все понятно и стандартно ну и переходим к самой инструкции она сшита в виде брошюрки как всегда у томе это обычная белая бумага фотография собранной модели каким-то видимо японским моделистом и вот здесь у нас идет сносочка да опять же что это европейский театр сборка модели начинается по традиции с ванны корпуса здесь это не одна деталь как например у других производителей у dragon в частности здесь придется собирать ее из нескольких частей хотя модель 2015 года но тем не менее японцы решили сделать ее именно так но опять же все очень продумано грамотно есть вот такая деталь которая не позволит заваливаться бортам что очень хорошо то что элементы крепления тележек сразу отлиты на бортах корпуса например у dragon этот узел настолько сделан неграмотно что установка тележки потребует затраты большого количества нервов и здоровья и сил здесь этот узел решен уже сразу это очень хорошо собственно говоря все достаточно просто как у любого шермана корпусу практически ничем не отличается от любого другого шармана за исключением вот этой вот горизонтальной подвески это уникальная конструкция которую американцы применили на своем танке вот в таком случае динамические колебания намного более плавный то есть плавность хода машины гораздо более эффективная несмотря на то что в дальнейшем они перешли все-таки к торсионной подвески она все-таки проще в производстве и в ремонте нежели чем вот такая система подвешивания траки в наборе идут сразу скажу это и так называемый винил но это не совсем винил это мы уже так просто по традиции называем на самом деле это резиновый материал который очень хорошо клеится на супер клей вот и в принципе если вы захотите менять на пластик то в данном случае будет не очень просто найти подобрать траки на эту машину можно как вот я говорил в начале о траках как были в фильме ярость можно попытаться найти траки t66 вот эти которые даются здесь к сожалению непонятно почему тамея все ограничилось такими траками не стала вкладывать по традиции траки пластиковые но вот такая у них есть особенность в новой модели почему-то иногда они не дают не дают альтернативу дается только вот резина по традиции как это было всегда но здесь все достаточно просто сборка вертикальный горизонтальный система подвески не представляет ничего себе трудного здесь выполнено все достаточно просто направляющий каток будет зафиксирован у вас обратите внимание он имеет ход то есть о чем это говорит его не нужно будет приклеивать когда вы будете натягивать гусеничную ленту вам ее нужно будет натянуть очень хорошо провисов здесь никаких практически никогда не было гусеница всегда была натянута очень жестко поэтому устанавливая эту деталь вы должны будете вращать вместе с катком и тогда она у вас установится в правильное положение вот дальше собственно говоря начинается сборка корпуса его верхней части а здесь над гусеничные полки все очень просто люки командира и отставить люки механика водителя и стрелка вот все достаточно понятно здесь у нас он прозрачные детали они комплектуются в модель входят можно сделать фары полностью прозрачными как положено к сожалению ограждение фары даны только в пластике ноутомии фототравление бывает крайне редко в моделях это такой недостаток на сегодняшний день очень непонятный почему он до сих пор остался вот соединяется верхняя нижняя часть здесь очень сразу грамотно все сделано то есть уже установили гусеницу только потом будет фиксировать верхнюю часть корпуса устанавливается она очень просто здесь никаких проблем вообще нет траки которые идут запасные вот они как раз другого типа обратите на это внимание что у нас на машине траки t66 а как запасные нам предлагают клеить совершенно другие но это на мой взгляд ну как-то странно выглядит потому что их не получится соединить с таким типом траков так как эти траки предусматривают наличие параллельного шарнира да как например на наших современных танках там т-90 вот а здесь такого нет поэтому это легкая защита нет это штатное место для крепления трака я имею ввиду что этот трак используется как для защиты от коммунитива ну в принципе обвес сюда надо будет делать нормальный у меня например в планах на эту машину сделать обвес не хуже чем был фильм фильме ярость конечно слова ярости описать не буду на стволе но я сделаю обвес по мотивам в принципе у меня все для этого имеется чтобы выполнить его интересно да можно это реализовать с бревнами сюда можно очень много чего добавить и всех секретов сейчас раскрывать не буду иначе концепция моей модели может быть кто-то меня опередит да мне быть тогда уже неприятно вот значит дальше идет сборка башни прозрачные детали в командирскую башенку идут что очень хорошо опять же можно будет их установить замаскировать и покрасить вот и завершается сборка башни установка пулемета браунинг все достаточно просто в комплекте идет фигурка но фигурка очень простенькая то есть это только бюст грубо говоря ножек у него нет у этого командира танка так что но вот такой вот он кому интересно расписывать фигурки наверное вам это дело понравится но кому нет просто оставите на память ну и готовый вид модели то есть нам предлагается вот пожалуйста здесь есть две канистрочки нам дают наборе реально и должно быть больше здесь много чего еще опять же всего рассказывать не стану но и маркировка которая предлагается нам здесь это один вариант это у нас германии апрель 45 вот этот вариант более я считаю актуальный потому что такими траками уже да он мог быть к тому моменту и второй вариант окраски нам предлагается значит 4 бронетанковая дивизия бастонь вот бельгия январь 45 года но вот с такими траками я честно говоря сомневаюсь что в январе он мог там побывать в бастонии это продолжение операции значит битва за выступ она вошла в историю западных стран битва за выступ это у нас как орденское сражение это последнее наступление немцев на западном фронте которая захлебнулась и в общем то союзники начали гнать в германию тем самым завершив уже войну встретившись нашими войсками на эльбе вот это была инструкция а теперь мы с вами переходим к деталям начнем с маленьких летничков значит это у нас пулемет браунинг это 50 калибр знаменитый очень мощный пулемет тяжелый кстати говоря мне один раз довелось в кубинке попробовать его подвигать на одну из боевых машин на м-113 правда но тем не менее очень тяжелый прицельный огонь из него вести будет очень трудно но это в общем то больше как средство устрашения подавления пехоты как психологическое оружие значит дальше летничок с прозрачными деталями здесь у нас есть как я уже говорил приборы наблюдения стекление фары дается нам в двух экземплярах это замечательные стекла на американский танковый шлем то есть их здесь два вы можете их вообще оставить отдельно и или например взять этот шлем он продается и отдельными наборами входя и у томи есть так набор деталировки там танковый шлем и так далее у миниарта например и вот выполнить будет очень здорово красиво дальше летник у нас идет первый здесь у нас идет ствол ствол у нас отлит одной деталью никаких половинок тут не будет стык шов литьевой конечно есть но он очень маленький и убрать его будет достаточно просто канистры здесь у нас идут первого типа раннего так скажем типа американские были потом еще и более позднего и можно их сочетать будет очень интересное решение фактура литья представлена очень прекрасная на нижней части башни точно также на орудийной маске литьевая фактура все литьевые номера все уже сделано ничего не придется вам восстанавливать самостоятельно проделывать это все не нужно все готово только осталось собрать воедино следующими детали у нас идут это два одинаковых литника это элементы ходовой части машины опорные катки направляющие и ведущие катки поддерживающие катки здесь идут двух типов схема очень похожи как на наших бмд то есть у нас они один каток выступает вперед другой чуть ближе к борту к сожалению большому сожалению в данном наборе нету запасных катков такого типа их придется вам самостоятельно где-то отыскивать если вы запланировали повесить запасные катки на эту машину это придется искать но среди смоляных деталей может быть кто-то сам возьмет и отольет дома из эпоксидки форму можно будет сделать даже из пластилина в принципе для тех кто это умеет это не составит труда сюда же у нас ходят вот такие знаменитые томиевские втулки они есть двух видов большие маленькие но это как правило связано с установкой подвижных элементов это направляющие катки опорные ведущие катки то есть это вот эти элементы а здесь же на этих литниках даются элементы крепления над гусеничной полки к борту машины вот они здесь эти уголки показаны все пролито очень аккуратно никаких нареканий к литью здесь вообще нет ограждение можете видеть защита перископа механика водителя и радиста стрелка и вот верхней части видно защита ограждения фарда она конечно толстовато я согласен но в принципе можно будет оставить и такую в общем то не так уж это и страшно и критично можно не покупать отдельный набор фототравления можно будет оставить и эти детали следующий литник у нас идут две большие детали это у нас детали собственно говоря корпус машины шерман то ведь на самом деле не очень уж и большой танк если него посмотреть то он достаточно маленький такой получается если поставить сверху башню будет вообще совсем очень даже небольшой танк тигром не сравнить ну естественно вот значит здесь точно так же сделано прекрасно фактура литья опять же номера все стоят все детали ровные никакого ничего не поведено все очень аккуратно четко и красиво ну понятно что если будет поведено то они просто характери сделают всем офисом своим и томе просто на этом прекратится так что ради шутки не вздумайте им писать что вам попалось что-то криво это серьезное дело люди просто не захотят больше жить в принципе такого никогда и не бывает все у них все всегда красиво аккуратно значит элементы крепления вот к сожалению под эти траки которые я вам показывал в инструкции уже есть отверстие я конечно же их у буду убирать потому что установка этих траков я считаю бессмысленна она здесь особо то и не нужно смотреться это может быть и будет красиво не знаю может быть оставлю может быть уберу очень аккуратно видите идут элементы крепления уголков над гусеничных полок отлита все просто прекрасно превосходно здесь же есть литьевые значит сварные швы по всем элементам конструкции то есть вот эта деталь верхняя деталь корпуса она отливалась в земляную форму потому что здесь вы видите да вот этот элементы люков они все это отливалось в землю поэтому эта деталь вываривалась потом сверху вот так точно так же очень ажурно аккуратно показан сварной шов по боковой части лобовой детали все очень аккуратно очень достойно в лучших традициях фирмы здесь просто никаких нет ни нареканий никаких сомнений в качестве следующий литник у нас это идет собственно нижняя часть и бортовые наши детали борт корпуса и вот та самая фиксирующая деталь которая распирает не позволяет ему никуда у нас разгибаться в разные стороны ну тут все просто понятно все отлито очень здорово элементы крепления тележек на самих так что здесь все на высоте ну и последний литник здесь у нас идет это уже элементы над гусеничной полки лобовая деталь корпуса нижняя тоже с фактуры литья очень прекрасно все показано все очень аккуратно четко и красиво вот и над моторная плита тоже здесь все очень достойно все очень аккуратно вот собственно говоря фигурка командира вот она собирается вот даже есть какая-то у нас тут каска хотя в общем то танковый шлем тут должен быть по идее но я вот пока его не вижу на деталях голова у него не целиком а у него он под каской то есть у него предполагается что он как-то одел еще каску на свой танковый шлем ну возможно такое было не знаю по крайней мере каска уже одна есть это хороший задел для интересных доработок этой машины вот значит декаль которая входит в комплект она очень простая здесь идут звезды белые звезды негативные то есть это вот на как раз негатива это у нас идут на бельгию на бельгию на бастуне январь сорок пятого года что можно сказать в общем и целом по данной модели модели очень высокого качества модель 2015 года это новинка компании это хороший вариант исполнения восьмерки если вы хотите собрать восьмерку я ее вам рекомендую что касается цены да она высока это порядка 3000 рублей 3200 рублей за эту модель и цена это держится и не будет падать вообще никогда у фирмы есть такая особенность если вы помните то когда вышел bt7 1 еще это было очень давно по моему это был 2012 может быть даже одиннадцатый год я сейчас точно не скажу он тогда уже стоил по вам порядка 2 700 и сейчас его цена тоже где-то 2 900 3000 рублей то есть на такие модели у фирмы цены не падают но за эти деньги вы получите действительно модель которую вы сможете собрать действительно та модель которая будет собрана легко в удовольствие без каких-то поисков там деталей на замену даже до траки я вам забыл показать даже используя вот эти вот резиновые траки можно будет собрать хорошую машину они немножко сейчас выгнутые потому что лежали в коробке но на самом деле под воздействием натяжения все прекрасно будет распрямляться то есть они склеиваются супер клеем очень легко и просто соединяются две половинки атомистским клеем нет простым клеем нет но вот я даже сейчас вставил просто вставил на штифты вот они она держится ну конечно сейчас он не будет держаться но входят они очень легко супер клеем аккуратненько капельку подержали она у вас полимеризовал и все высохло дальше натягиваете устанавливаете на модель что это не те резинки которые кладет фирма звезда нет конечно это не винил мы это винилом называем но это резина это совсем другой материал вы конечно можете его заменить но в данном случае я например менять не буду я оставлю вот эти траки т-66 в чем еще интерес этих траков если вы внимательно посмотрите вы увидите что они напоминают нам кое-какие другие траки а какие же они нам траки могут напоминать и они нам напоминают траки с открытым металлическим шарниром на танках т-54 т-55 и даже на ранних т-62 советский трак был сделан с оглядкой на этот тип трака это очень хорошо можно видеть если вы сравните их положите их рядом увидите что есть очень много схожего вот вообще американцы в делах трака строения добились больших успехов и конечно их наработки созданы еще в годы второй мировой войны применяются применялись и после нее другими странами применяются даже до сих пор один параллельный шарнир чего только стоит вот значит опять же повторюсь модель рекомендую всем ее можно очень интересно обыграть можно очень интересно сделать и конечно же она принесет вам только удовольствие еще один момент я хотел бы сказать очень часто в комментариях под обзорами вы пишете что когда же будет сборка когда будет покраска ребята нас не так много мы и всем этим занимаемся в радость да в удовольствие и только лишь исключительно в свободное время от остальных повседневных дел если вы думаете что мы тут живем спим ночуем в студии нам нечем заняться и мы не хотим для вас что-то собрать не у нас нету семьи конечно мы наоборот находим время в этой нелегкой жизни чтобы сделать вам что-то интересное показать чтобы вы видели как что вы что выглядят какие-то модели какие-то приемы технологий поэтому пожалуйста имейте терпение если мы сможем какие-то модели из показанных на обзоре вам показать в плане сборки или в плане окраски это будет очень хорошо и для нас и для вас поэтому пожалуйста не задавайте нам таких вопросов потому что мы не можем вам на них конкретно ответить когда что у нас будет у нас есть время у нас есть готовая модель для какого-то очередного выпуска и мы начнем ее красить поэтому анонсировать нам очень трудно что когда мы сможем вам показать только очень примерно вот таким вот образом я хочу добавить давай скажем большое спасибо тем людям которые помогают нам да конечно это обязательно ссылочка есть в описании если есть такое вот желание от чистого сердца помочь нашим нелегком деле пожалуйста мы будем очень вам признательны потому что многие проекты сейчас реализованы только благодаря нашим подписчикам и обзоры в том числе да это именно так спасибо вам большое с вами была аев студия и обзор от алексея соловьева до новых встреч а